Праздничные дни мы с головой уходим в подготовку к тем самым праздникам, ну или после, конечно же, отдыхаем на полную катушку и немного забываем о домашних животных. А именно они пугаются от фейерверков, от хлопушек, могут даже убежать из дома. Такое, к сожалению, случается каждый год. Поэтому у нас здесь в студии разбираемся, как правильно отмечать, чтобы питомец чувствовал себя хорошо. Николай Леонов, ветеринар и эксперт нашей программы, уже здесь с нами и вместе с котиком. Доброе утро. Доброе утро. Ну, самое опасное, наверное, дождик из года в год. Ну, смотрите, самое опасное, опасного-то много на самом деле, да. Что же, как же комфортно создать среду. Да, дождик – это одна из таких вещей, которая может быть съедена, снята с елки, покусана. Почему так происходит? Что же в этом дождике не так? Почему оно так привлекает кошек? На самом деле, когда мы еще включаем гирлянду, он двигается под движением воздуха, это привлекает кошек. Кошки – это хищники, охотники, которые из укрытия пытаются поохотиться. Вот эти все мелкие игрушки, дождик, тонкая гирлянда, вот эти капельки. Это все очень привлекательно. Это все очень приятно на зуб всегда. Но у кошек сосочки языка направлены к пищеводу. И то, что попадает в рот, оно уже не может покинуть пасть, оно проглатывается. И вот как раз, если вы заметили, что кот начинает жевать дождик, не старайтесь его вытаскивать. Можно очень аккуратно, но сейчас опасность еще в том, что дождик у нас не фольгированный стал, а полиэтиленовый. И он очень тонко, как ниточка, может прорезать пищевод, и кишечник. Дайте коту пусть лучше проглотит. И поехать в ветклинику. Ни в коем случае мы не используем вазильное масло, ничего не смазываем особо. Здесь нужно установить, где он. И дальше уже действовать все доктора, подскажут, как правильно это делать. Не обязательно будет операция, бояться не нужно сразу. Также стеклянные игрушки. Они сейчас очень модные, очень классные. Собака запросто может поинтересоваться лапой или коту давить, разбить. Это может привести к порезам. На нижних ярусах елки никогда их не используйте. Ставьте их повыше. Но если у вас есть котенок, это тоже не вариант, потому что котята очень любят забираться под ствол ели наверх и срывать мелкие игрушки, тоже их проглатывать. Раскусывают очень часто коты гирлянды. Это очень любимое их занятие, потому что хрустит очень. Очень приятно. На самом деле гирлянды у нас сейчас тоже пластиковые. В общем-то, большого вреда здесь нет. Кота током не убьет. Там нет такого напряжения. Но, опять же, не нужно их располагать внизу. Что остается? Закрыть елку сеткой и не подходить. Да нет, все очень просто. Постарайтесь ее поставить в том месте, в котором бы коту это было неинтересно. Обычно это где-то угловая часть комнаты, такая более темная, непроходная. Кошкам в этих местах обычно неинтересно. Они любят там, где движуха находится, там, где постоянно все ходят, откуда есть наблюдение. Что же касается собак, самая главная проблема собак – это петарды, салюты, фейерверки. Сейчас всю неделю вечером это происходит. Что же… Ну, здесь готовиться, конечно, нужно было пораньше, но есть пару таких советов. Конечно, вы хотите гулять пораньше, обязательно используйте крепкую амуницию для того, чтобы собака не сорвалась. Не отпускайте… Вот каждый год мы говорим одно и то же. Не отпускайте собак с поводка. Ни в коем случае не нужно этого делать. Не берите собак на фейерверк, на запуск, потому что они пугаются. Даже та собака, которая могла до этого не пугаться, они пугаются. Я видел и встречал очень много. Вот он от одного выстрела не испугается, а от другого испугается. Да, и здесь больше всего они могут не выстрела испугаться, могут испугаться вспышки яркой. Это часто происходит. Могут испугаться восторженных ваших криков. Но опять же, когда вы пошли запускать фейерверки, собаку дома и кошка оставлять наедине с накрытым столом нельзя. Потому что ему очень… Чему плохо? Он тоже хочет себя порадовать на новогоднюю ночь. И часто бывает, что владельцы вернулись, там уже все выпито, наполовину съедено. И здесь самое главное, не давать ничего, вообще не давать ничего со стола. Это не должно быть ничего жирного, никаких костей после холодца. Это топ-5. Кости после курицы, гуся, утки и кости после холодца. Да, это просто бьет все рекорды у собак по проблемам с пищеварением и по проблемам с панкреатитом. Если вы думаете, что только мы в поликлинику ходим все праздники с панкреатитом, вы не правы, собаки тоже с ним ходят к нам. И здесь это тоже большая проблема. Ничего жирного, ничего копченого. Купите какие-нибудь вкусняшки полезные. На самом деле, там какой-нибудь сушеный, если вам уж стыдно, что вы едите, а собака нет, смотрит на вас таким несчастным взглядом, и хлюми у нее текут, как правило. Дайте что-нибудь вкусное. Коту можно ничего не давать, скорее всего, в Новый год он будет спать в большей степени. Как обычно. Поплотнее зашторьте окна, чтобы его не напугать. Никаких особо успокоительных я бы не давал. Чаще всего владельцы дают очень большую дозу, их питомец такой. Уж ты ведь до 9-го января, да? Так, какой небольшой овощ. Если вы все-таки хотите подобрать успокоительный, нужно обратиться к ветеринарному врачу для того, чтобы дозировать. Я вообще, первое слышу, успокоительные в Новый год для животного. Да, и антидепрессанты. На самом деле. Дают? Дают. И у нас сейчас целое есть направление, терапия, где мы как раз стабилизируем поведение, поведенческая медицина. И есть коты, которым, и собаки, которым нужны антидепрессанты в празднике, так же, как и нам иногда. Они очень сильно испытывают стресс. Но эта тема уже другая. Я предлагаю об этом поговорить 9-го января. На карандашик себе берем, потому что там действительно будет важно, и вы нам подробнее обо всем расскажете. Пока что ключевое, да? Ничего со стола. Если испугался, успокоить, обнять. И купите уже своему животному вкусняшку отдельную. Игрушку. Игрушку, подарок. И классный стол. Все? Что еще добавить? Да, и еще новогодний стол. И не пускай на новогодний стол, а то кот может сказать, я тут специалистка похожа, смотрел. Он сказал, и крыль быть и недоможеного не амут. И я сейчас ее уберу. Николай, что-то пожелать хотите нашим телезрителям? Здоровья, никогда не запускать свои болезни и не бояться врачей. Это самое главное. Вот. Спасибо большое. Отличное поздравление. Опять-таки мы присоединяемся ко всему тому, что говорят наши гости. Продолжаем нашу программу.